Мы видим их каждый день на улицах нашего города. В любое время года и при любой погоде они бродят в ожидании чуда. Собаки и кошки, все они оказались на улице без самого главного – человеческой заботы и приюта. Печальная статистика утверждает, что 75% бездомных животных – это результат безответственного отношения со стороны их владельцев. Как приходится выживать братьям нашим меньшим и почему они оказываются на улице, выяснят наши корреспонденты. На первый взгляд – обычная кошка. Ничем не отличается от всех остальных. Но всё-таки у неё есть одна особенность – Мурка невольно стала кошкой в погонах. Полтора года назад она вела бродячий образ жизни, как и многие бездомные животные. В один прекрасный день она обрела дом, где теперь о ней заботятся и кормят. Этим домом для кошки стало здание ОВД Славянского района. Появилась она, пришла, было очень холодно, был гололёд. Она пришла по крыше, уже беременная. Первый котят мы не видели, а вот второй помёт мы видели котята и вырастили их. И в хорошие руки уже отдали. А кошечка с нами мы, её воспитываем и за ней ухаживаем. Равнодушных среди сотрудников ОВД по отношению к животному нет. Мурка стала частью их большого и дружного коллектива. У неё даже есть своё рабочее место, в шутку говорят представители правоохранительных органов. Похожая история у кошки Муськи, которая нашла приют возле универмага на главной площади города. Для работников торгового объекта она стала любимым питомцем. Ей нравится, когда её гладят, она прямо аж когатками пивается. Подкармливают её всем коллективам универмага. Помогают им в этом работники продуктового магазина, расположенного рядом. На прилавке даже есть коробка для мелочи с надписью «На корм для кошки». Все желающие могут оставить там пожертвования. Недавно Муська стала многодетной мамой, родила семь котят. Работники универмага и продуктового магазина предлагают их покупателям. Не все отзываются, говорит Марина Шункина, продавец из универмага. Она решила начать с себя. В скором времени женщина заберёт одного из котят домой. Конечно, уже вот этого мы присмотрели. Доченька уже одобрила, она каждый день прибегает сюда, молочко наливает и подкармливает. К сожалению, таких животных, как герои нашего репортажа, очень мало. В основном бродячую живность отовсюду прогоняют, не хотят подкармливать, чтобы не образовалась стая. И большинство кошек и собак так и остаются бродить по улицам в надежде, что их кто-то приютит. Мы идём по своим делам, не замечая, а больше принимая как должное их присутствие. Бездомные животные окружают нас везде. Спящие на остановках кошки бродячие стаи собак уже ни для кого не стали редкостью. По улицам бегают тысячи бездомных собак и кошек. Кто-то из четвероногих уже родился бездомным, кто-то потерялся, а кого-то выгнали хозяева. В чём причина такого количества бездомных животных и кого касается эта проблема, наша съёмочная группа решила спросить у славянцев. Ну потому что люди выбрасывают, они не нужны им. Вот берут детям, а потом они вырастают. Куда их? Они их выкидывают. Так же хоть и кошки, и собаки нападают на людей. А это плохо, конечно. Зачем? Наигрались, потом выбросили. У меня во дворе их уже штук 15 живёт. В моём, я живу в частном дворе, уже штук 15. Ну что я с ними сделаю? Скажу ребёнку своему, давай их выбросим. Нет, вот ходят, у нас поели, там поели, туда поели. Хотя с удовольствием бы как-то тоже. Они тоже не нужны, по сути. Просто, я не знаю, запретить людям вообще заводить животных, особенно кто в квартирах живёт. Заводят, а потом выбрасывают. С точки зрения санитарно-гигиенических, конечно, это нужно решать вопрос, потому что это источник всякой заразы, болезней, ну и неудобств, конечно, и опасность приносят. Одичавшие, голодные собаки и кошки очень опасны в стае и к тому же могут являться переносчиками многих опасных болезней. Это действительно большая проблема, которую и создаёт сам человек, считает главный специалист отдела ЖКХ транспорта и связи городской администрации Дина Шелонина. Мне бы хотелось, чтобы наши жители, в первую очередь, когда заводили животных, думали о том, что они несут ответственность за того, кого они приручили. И в первую очередь занимались этими животными. Не хотят иметь потомство от этого животного. Будьте добры, сделайте стерилизацию. Не позволяйте этому животному воспроизводить потомство, которое вы потом выставите на улицу. Возможно, отношение к бездомным животным – это проверка названия, называться человеком. Именно от людей полностью зависит, какую печать мы ставим на их путёвки в жизнь, которая чётко и неотвратимо, как приговор судьбы, решит их будущее. Ведь судьба собаки или кошки с момента появления на свет полностью в наших руках. Ответственность отличает человека от других живых существ не случайно. Самого главного глазами не увидишь? Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей все свои дни. Потому что я отдавал ей все свои дни. Люди забыли эту истину, но ты не забывай. Ты навсегда в ответе за всех, кого ты приручил. Ты в ответе за твою розу. Я в ответе за мою розу. Эти простые и мудрые слова стали в наше время афоризмом. Бродячие животные будто понимают, что страдают безвинно, но покорно принимают свою судьбу. Потому что так решил их хозяин. Прежде чем завести питомца, каждый должен задуматься, а сможет ли он обеспечить этому животному хорошую жизнь или, наигравшись, бросит его выживать на улице. Рождённые для смерти. Именно так можно описать в двух словах существование бродячих животных. И так будет до тех пор, пока человек не научится брать на себя ответственность за того, кого однажды приручил. Дина Копачевская, Георгий Калинин. Программа События.